После того, как мы систематизировали документы, мы тогда начинаем те документы, которые мы систематизировали, подвергать критике. То есть мы должны с вами выяснить, насколько мы можем доверять тому или иному документу. И критика исторического документа имеет два основных раздела. Первое – это внешняя критика. Мы критикуем документ как таковой, еще не критикуем его содержание. Достоверен этот документ или нет. То есть не правда то, что писал автор или не писал автор, а правда ли, что это тот самый документ того самого автора. Понятно, да? Вот это внешняя критика. Она делится на две категории. Высшая критика. И высшая критика определяет подлость документа в отношении авторства, даты, местонаписания, обстановки, ситуации, целей и тому подобное. Ну, например, существует такой исторический казус, когда один сириеист, кто же, я не понял точно, притащил в музей продавать древний меч. Меч был действительно очень древний. Но за него он хотел очень большие деньги. Потому что на этом мече была надпись. Сим мечом я, Александр Великий, покорил весь мир в третьем веке до Рождества Христова. Откуда Александр Великий мог знать о Рождестве Христовом? Откуда Александр... Каким образом Александр Великий мог вести отсчет времени от Рождества Христова, если это было введено только в VI веке? То есть, вот это вот, как раз, вот это вот высшая критика, которая смотрит и указывает, насколько то, что мы имеем, совпадает или не совпадает с реальной до того времени. И хотя и меч был древний, и надпись на самом деле довольно старая, но ясно, что надпись сделана в гораздо более позже время, как минимум после VI века. Если вы находите, допустим, затонувший корабль, там какие-то, значит, рукописи, свитки там в нем сохранились, и там есть монеты, и самая ранняя монета, допустим, 1500 года, то понятно, что после 1500 года этот корабль затонуть не мог, он затонул ранее, раз там есть в 1500 году отчеканенная монета, и так далее. Вот по подобным вещам, по, значит, стилю письма, по лексикону, по реалиям культурным, мы выясняем, действительно ли этот документ подлинный с точки зрения авторства, даты, места написания, обстановки, ситуации. Но до нас же доходят только копии. Дело в том, что свиток, если он использовался, то он приходил в негодность, и сохранился он только мог лишь в том случае, если кто-то брался его переписать. Его переписывали старый, уничтожался, пользуясь старым, старый изнашивался, писали новый, и так далее. И таким образом, тот список, который дошел до нас, естественно, что это не тот же самый список, который был, если до нас дошло послание Иоанна, то он понимает, что это не сам Иоанн это написал. Что это переписано с переписанного, с переписанного, с переписанного, с переписанного. Понятно, что оригинала у нас нет, но сколько времени прошло со времен оригинала? Чем больше разрыв между написанием оригинала и временем написания этого списка, тем больше вероятность, что тут было много переписываний и список может быть не совсем достоверный. Второй, сколько до нас дошло копий и какое разночтение между этими копиями, насколько они друг от друга отличаются. Таким образом, низшая критика уже говорит, то есть если высшая критика говорит о достоверности документа, низшая критика говорит о соответствии дошедшей до нас копии этого документа. Вторым разделом исторической критики является внутренняя критика. И вот внутренняя критика это уже проверка документа на основании степени доверия автору. На сколько его можно доверять автору? Такова была цель его написания. Умеет он различать свои, допустим, сновидения и реальные события, или он обо всем пишет подряд. Если, допустим, у нас автор поэт, то он поэт, за кого он поэт? Он поэт за оппозицию, постоянно его гоняют. И поэтому, если он что-то плохое пишет про правителя, то не всему из этого мы можем верить, зная, что он там иногда, может быть, палку перегибает, ибо жизнь у него нелегка. Либо это поэт придворный, которому платят за то, чтобы он писал оды про правителя. И если он при этом говорит, что наш правитель самый умный, наш правитель самый лучший и прочее, и прочее, насколько в данном случае, чем он лучше напишет, тем больше ему заплатят. Если Павел говорит и роду Агриппы, что ты лучше других разбираешься в законах иудейских, то понятно, что Павел ведь не в восторге от и рода Агриппы. И поэтому свидетельство Павла, он не говорит ему, ты самый справедливый, ты самый умный. Он вот что есть, то и говорит, ты лучше других разбираешься в законах. Ну вот, из присутствующих, естественно. Вот, да, в сравнении с Фестом, там, с Береникой. Вот. И таким образом, если у нас написал какое-то историческое свидетельство человек, который, в общем-то, постоянно пребывает в эйфории, такой в восторге, значит, это одно. Если написано, допустим, налоговым инспектором или бухгалтером, то это человек, у которого все будет по полочкам, все подряд. То есть, таким образом, мы изучаем самого автора и что автор, насколько достоверно автор мог писать. Если мы будем говорить о достоверности текстов Нового Завета, то первое, с чем мы имеем дело, это многочисленность ранних списков. До нас дошло пять, более пяти тысяч, одних только греческих, мы открыли. Итак, мы еще не пришли к Новому Завету. Давай, прежде чем перейти к Новому Завету, давайте посмотрим вообще. Вот у нас есть целый блок литературы античной, в которую входят и исторические, и философские труды, и драматургия, и поэзия. То есть, все вообще, что до нас, все рукописи, которые дошли до нас. То есть, если мы, понимаете, мы играем на поле неверующих. Хорошо, мы не рассматриваем вопрос, является ли нет богословенным писанием. Является ли нет богословенным книгой Нового Завета. Книга Нового Завета – это литературный памятник. Да, литературный памятник. К какому периоду он относится? Древняя история, античная история, средневековая история, новая история, новейшая история? Древняя история, древняя история, например, с 5 века до нашей эры, по 5 век нашей эры, античный период. Намекаю, это античная история. То есть, по периоду существования греко-рунской цивилизации. Вот, это, итак, это античный источник. Значит, давайте посмотрим, что у нас есть, что нам известно вообще об античных источниках, которые до нас дошли. Вот в этой таблице они все. Здесь и труды исторические, и труды драматургические пьесы, и поэзия Тибулкату, Праперции и прочие, значит, июньские поэты временной республики Гораций, Сафокол, Геродок. Итак, Цезарь. Значит, первая колонка – это время написания, вторая – это датирование самого раннего списка, который до нас дошло, этого произведения. В этом учреждении таблице Ей нет, но оно есть чуть ли не в каждой книжке Монгал. Неоспоримые сведения. Да, в том числе неоспоримые сведения. Значит, разница во времени между написанием оригинала и самой ранней копией, которая дошла, и общее число свитков, которые до нас дошли. Итак, Цезарь, Дальские вороны. Значит, написано где-то с сотого по сорок четвертый год до Рождества Христова. Самый древнейший список дошедший – девятьсотый год нашей эры. То есть тысяча лет разницы между ними. Написанием дошло до нас десять копий. Ливень, вот эти вот самые, которые есть, только кино там шестерых, да. Значит, писал с пятьдесят девятого года до Рождества Христова, восемнадцатой нашей эры, дошло до нас двадцать копий. Платон, тетралогия. Треть-четвертый век до нашей эры, самый ранний девятьсотый год нашей эры, тысяча двести лет, семь копий до Назаши. Атоцит, анавы, тысяча лет разницы. До нас зашло двадцать копий, но все эти копии являются точными копиями одной и той же. То есть в одних всех одна и та же описка присутствует, то есть в копии одной и той же копии. Просто кто-то заказал стадо овец сюда, сделает мне вот двадцать копий канала Атоциты. То есть, скорее всего, это был какой-нибудь руководитель гимназии, и для того, чтобы помучать детей, заказывал, или покровитель гимназии, заказывал, значит, проработу. Далее, значит, при немладшей истории, вот тот самый, значит, который, на котором мы его переписку ввел. Значит, с шестьдесят первого по сто тринадцатый год нашей эры он писал, дошла до нас копия восемьсот пятьдесятого года, семьсот пятьдесят лет разницы, семь копий до нас дошло. История Фукидида, тысяча тринадцатого лет разницы, между оригиналом и копией дошло восемь копий. Свитомий Жизнь Цезаря, восемьсот лет разницы, восемь копий дошло. Геродот, история, тысяча тринадцатого лет разницы, восемь копий все равно раз дошло. Гораций, девятьсот лет разницы, нет сведений по количеству копий. Софоку, тысяча четыреста лет разницы, дошло аж сто девяносто три копии. Любили Софоку. Любимое дело было пойти в театр. В театр шли на целый день, брали с собой кувшин, мира, лепешку и целыми днями в театре смотрели представления. Поэтому пьесы Софоку дошли до нас в таких количествах. Лукреций, он умер где-то в середине первого икодориста Христова, то есть тысяча сто лет. Период, всего две до нас дошло, значит, на рукописи его произведения о природе вещей. Кату, поэт времена Республики, 56-й год Рождества Христова, значит, тысяча шестьсот лет разницы, три копии дошло. Еврипид, тоже любимый драматург, но не настолько любимый, всего девять дошло копий. Демосфен, тысяча триста лет разницы, дошло двести копий, но все с собой. Явно это была такая-то школа риторики, потому что демосфен, его труды учат риторики. И вот было заказано двести копий. Когда сюда ехал, мне Лоис заказала пять копий, столько доходят книжки привезти, там книжки, например, учебник, пятнадцать копий. То есть больше всего нужно того, чтобы учебник используется. Видимо, какая-то школа риторики, двести копий демосфен. Заказывала. Аристосель, тысяча четыреста лет разница, до нас дошло только сорок девять копий, но они все опять же с одной копией сделаны. Аристофан, десять лет, тысяча двести лет, десять копий дошло. Вот это вся наша античная литература, вся вообще. И история, и поэзия, и драматургия, и философия. То есть, если мы считаем, что этого мало, то всю античную историю мы можем выросить. И всю античную историю, и драматург, и прочее. Рекордсменом является Илеада Гомера. Всего пятьсот лет разницы, и шестьсот сорок три копий до нас дошло. Это четырехсотый год, да? Да, самая ранняя копия до нас дошедшая, это четырехсотый год до Рождества Христова. А написана она в 940 году до Рождества Христова. Почему так популярна была Илеада Гомера? Потому что все, 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 все. На самом деле это была, на самом деле это была Библия для евреев, для греков. Это, то есть, это, понимаете, Бог создал людей, чтобы они могли учиться доблести, чести, справедливости. И у греков, которые не имели Писания, не имели закон, не имели пророков, вот таким вот учебником доблести, чести, славы, справедливости становится Илеада Гомера. И всякий раз, когда собирается, значит, всякий раз, когда собирался симпозиум, знаешь, какой симпозиум? Вы что, не учили греческий язык? Сим-позиум. Совместная выпивка. Да, сим вместе, симпозиум, пить. Вот, симпозиум, это совместная выпивка. Вот всякий раз, значит, время от времени, значит, в городе, то там, то там собирались симпозиумы. То есть, как, балы давали, прочее, то есть, вот собирались люди выпить, закусить, отдохнуть. Благородные люди. Вот. И, кстати, были люди, которые, на самом деле, только тем и жили, что ходили с симпозиума на симпозиум. И у них тоже было греческое название, которое вам очень хорошо известно. Так называются люди, которые только тем жили, что с одного симпозиума на другой ходили на шару поесть, попить. И больше ничем не занимались. У них свой термин был, слово греческое, но нам хорошо известно. Паразитос. Халява происходит от еврейского халаф-молоко. В еврейских калкибусах молоко раздавали бесплатно. Еще есть слово, еще русское и хорошее слово шару. Оно происходит от французского шерами. Когда была разбита армия Наполеона в России, то вот по лесам нуждали вот эти вот самые французы. И они выходили на огонек костра и клянчили еду, значит, у русских солдат. И они к ним обращались шерами. Вот. Мой друг. Вот. И, значит, их стали называть шарамыгами. Потому что они назывались шерами. От этого названия шарамыга. И их бизнес стал называться шарамыжничем. А здесь уже это и теологически похоже на, значит, от глагольное существительное. Похоже, что это... И прошло, что они там... Отсюда пришло слово шара. Вот. Греческое же слово, которое обозначалось человеку, который ходил симпозиум на симпозиум, это паразитус. Вот. То есть человек, который паразитировал, то есть буквально он, значит... То есть слово паразитус сидел то там, то там. Питался то там, то там. Вот. И вот всякий раз, когда уже все, что можно было, съедено, все, что можно было, выпито, говорилось, ну, а теперь нам, пожалуйста, что-нибудь из Гомера. И, значит, тамошние велические барды и министрели, они, значит, наизусть там, как у Пастернака, Бессонница, Гомер, Пеге, Пануса. Я список кораблей прочел до середины. Вот там, там, все 300 кораблей, кто был капитаном, кто был кормчим, кто на этом корабле был, значит, песни поет. Вот. И так далее. Вот. Поэтому до нас дошло такое количество список, списков Илиада. То есть Илиада рекордсмен, 500 лет разница, и 643 списка до нас дошло. Если же говорить, и теперь мы говорим о документах Нового Завета, как вот точно так же о литературном источнике. Мы не говорим там о благодатной верности или прочее. Если мы просто говорим, как о неких письменных текстах того же самого исторического периода, античного, то написаны были документы Нового Завета с 40-го по примерно 100-й год нашей эры. Самый ранний оригинал, дошедший до нас, относится к 125-му году нашей эры. То есть разница составляет всего 25 лет. И общее количество копий, дошедших в нас, больше 25-ти тысяч. То есть если мы считаем, что этого недостаточно для того, чтобы считать Нового Материала Нового Завета достоверным историческим документом, значит всю остальную этичную историю, и философию, и поэзию, и драматургию можно просто забыть у нас ее просто нет. Вы видите, что цифры просто несопоставимые. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Итак, многочисленность ранних списков. У нас одних только греческих манускриптов более пяти тысяч. Помнишь, Илья Дагомера более шестисот список. В промежуток времени между написанием оригинала и самых ранних сохраняешься копии. Для Нового Завета это составляет 25 лет для фрагмента, 100-150 лет для почти полного текста, и 250 лет для полного текста. В то время, как для всей античной литературы, для самого раннего фрагмента. Период это 500-1600 лет. Уже 250-м годом от Рождества Христова датируются два полных канона. Значит, Синайский кодекс и Ватиканский кодекс. Ватиканский кодекс, сами знаете, где пройдется по названию. Синайский кодекс, его граф Тишендорф, мягко говоря, без спроса взял почитать в библиотеке Синайского монастыря. Ну, по всем русским, опять же, историческим данным, его ему подарили, иначе он не может. Вот, он нашел его в мусорнике, убрасывает себя, здесь вот такое. Вот, теперь, на самом деле, в Синайском монастыре по себе существует огромнейшая библиотека древних рукописей. И только ограниченное количество поселечественных людей знает, что же в ней есть. То есть, любой желающий может подать заявку в ту библиотеку прийти, но в требовательном листе он сам должен написать, какой именно манускрипт он хочет почитать. На вопрос, расскажите, какие у вас есть, ответ не скажем. Так что, что там еще хранится, это еще огромная тайна. Хранилища у них огромнейшее, и по всем, в общем-то, лучшим современным методам обустроенное. Вот, вот, Тишиндорф привез это в Москву, презентовал императору. Ну, а Иосиф Иосиф Иоаннович потом за пару миллионов долларов продал это в английском музее. Так что сейчас в Британском музее хранится Синайский кодекс. Сохранность материала. Если до нас дошли какие-то другие книги в разных фрагментах, нет, там нет начала, там нет конца, там лишь кусочки до нас дошли, то ни одна книга Нового Завета не имеет недостающих частей и учрежденных окончаний. Римская история Ливия из 142 книг, из 142 томов, до нас дошло только 35. Римская история Тацита из 14-4,5 книги. Анналы Тацита из 16 книг, две сохранились полностью и две частичные. В то время тот новый завет, который у нас есть, он... Мы можем спорить, до конца или не до конца написал Лука книгу Деяния Апостольских. Или просто там, то для чего он писал, уже больше писать было не надо. Павла и так отпустили после первого заключения. Вот. И он дальше свою апологию Павла писать перестал. Ну, есть такая точка зрения. Вопрос в том, что все, что он написал, до нас дошло. Ничего не утрачено, потому что сколько было, значит, копий, они все на этом же месте заканчиваются. Итак, всего более 25 тысяч моноскриптов, более, значит, 5 тысяч греческих, более 10 тысяч латинской вульгаты, более 9 тысяч других ранних вариантов, и плюс еще и цитаты ранних отцов церкви. Сто двадцать пятым годом цитируется вот этот вот отрывок из рукописи Джона Райланда, фрагмент восемнадцатой главы Деяния Евангелия Теана. Сто пятьдесятым и двухсотыми годами датируется второй папирус Бадмера, содержащий большую часть Евангелия Теана. Сто шестидесятый год, где Тессарон Татьяна, то есть четвероевангелия, Татьяна провел вот как раз первую попытку гармонизации четырех рассказов, из четырех свидетельских показаний создать один полный рассказ. Двухсотый год, папирусы Честера Битти, которые содержат большую часть Нового Завета, и триста двадцать пятым, триста пятьдесятым годом датируется Синайский и Ватиканский кодекс Советского Завета. Переводы Нового Завета. Уже в сто пятьдесятом году по Рождеству Христову существуют переводы на латинский, на сиринский язык, впоследствии идут переводы на Готский, Серебряный кодекс, который по сей день сохранился. Вот цитаты в раннехристианской литературе. Даже если бы до нас не дошел вообще текст Нового Завета, то за исключением всего пары фраз, вещь, Новый Завет мы могли бы составить по цитатам. Вот. Как в трудах отцов в церкви, как в трудах апологетов, как в трудах назидательных, так и в трудах противников христианства. Где шли, например, такой текст, посмотрите, что пишут эти идиоты. И дальше огромная цитата. И человек сам того не зная, он-то думал, что он воюет против Бога. Он воюет против христианства. Он несет нам свидетельство того, что в это время этот текст уже был, активно цитировался и был, значит, довольно широко обсуждаем. То есть даже если бы до нас Новый Завет вообще не дошел, мы бы все равно имели практически полный его текст, только по цитатам этого периода. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok